Здорово, это Шамшурин, и это видео посвящено онлайн-общению, онлайн-знакомству с девушками в сети, в сайтах знакомств, в инстаграме и всем прочим. Значит, смотри, для многих онлайн это настоящее спасение. Большинство мужчин реально боятся знакомиться с девушками вживую, они боятся услышать этот отказ, их же там съедят, отгрызут им ногу, и поэтому они уходят в интернет, они знакомятся в сайтах и так далее. Но и здесь не все так просто, как бы это с одной стороны спасение, но здесь есть очень много проблем, с которыми ты сталкиваешься. Ну, во-первых, значит, красивые девушки, которых ты лайкнул, которых тебе по-настоящему бы хотелось, они зачастую не лайкают твой профиль, твои фотографии. Дальше, ты совсем не знаешь, чего писать. То есть, твоя переписка очень скудная, похожая на переписку тысяч таких же мужчин, и, по сути дела, женщины на эту переписку отвечают не те, опять же, не так и крайне редко, по сути дела. Дальше, некоторые девушки, причем довольно часто, отвечают очень скудно, очень сухо, типа, да, нет, односложно, хорошо, плохо, привет, пока и так далее. То есть, создается ощущение, что ты им не интересен. Некоторые девушки откровенно хамят, грубят и ведут себя как бы недвусмысленно, так что, ну, такое общение терпеть нельзя. Твоя переписка на сайтах знакомств порой очень часто затягивается. Затягивается настолько, что там некоторые по полгода переписываются, в итоге девушка пропадает. А если тебе и удается пригласить девушку на свидание, то часто сам знаешь, что вместо красивой женщины, которую ты видел на фотографии, или относительно красивой, приходит какая-то, ну, мягко говоря, похожая на жабу. Итак, что же нужно сделать, чтобы сделать более эффективным и результативным, продуктивным твое общение с девушками в онлайне? Значит, начнем с первого, с фотографии. Естественно, самое главное это фотка. Причем, если фоток несколько, то первая фотография, которая у тебя там самая главная, она должна быть сделана идеально. Здесь есть определенные нюансы. Мужчины так устроены, что создается иногда впечатление, что они фотографируются просто, не знаю, на картофель, на баклажан, что им просто абсолютно срать на то, какая будет фотка. И там вообще не про улыбку, не про одежду и не про фон, это вообще мастхэв должно быть идеально сделано. Там все гораздо сложнее, особенно на остальных твоих фото. Каждая фотография, по сути, должна закрывать потребности девушки, определенную женскую потребность. И сейчас есть вот часть публики на моем канале, которая не знаю, кого хера здесь делает до сих пор, у которых бомбит, когда я говорю, что слово женские потребности, их просто взрывает на куски. Успокойтесь, то есть у женщин также есть потребности, то есть она хочет, чтобы мужчина был таким, 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 таким. Эти потребности видоизменяются, то есть есть общие потребности, такие как безопасность, там кое-что еще. Есть потребности, которые меняются в зависимости от того, что за типаж девушки, с кем ты имеешь дело. У тебя есть потребности, ты хочешь, чтобы женщина была твоя женщина или женщины, с которыми ты общаешься, были такими, 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 такими. И ничего удивительно в том, что у женщин тоже есть потребности. И когда я говорю про потребности, еще раз, я не имею в виду сейчас материальный какой-то аспект. Во-первых, у каждой женщины есть потребность в мужчине, который, скажем так, излучает безопасность, то есть с ним должно быть безопасно. Да, безусловно, должны быть, ну давай я буду сразу приводить примеры, то есть если мы говорим о фотках. Включая голову, как должен выглядеть мужчина, с которым безопасно. Пусть пока что сейчас это останется на твою фантазию. Дальше. Деньги, ну финансы. Никто не отменял в наше время то, что у каждой женщины, конечно, хочется жить с мужчиной, с которым живется комфортно, потому что деньги дают определенную свободу и комфорт. Ничего удивительного в этом нет. Если сейчас у тебя нет денег, опять же, все очень относительно, у кого-то их еще меньше, но значит фотография должна транслировать то, что у тебя все в порядке с деньгами. То есть также сейчас включи фантазию, что может быть на этой фотке. Ну, как бы мужчины мыслят иногда очень плоско, поэтому, как правило, у них с деньгами ассоциируется фотка, где сидит такой чувак в пиджаке, за ноутбуком, с серьезным лицом и вот что-то вот в таком духе. То есть сейчас и женщины, кстати, некоторые также стереотипно мыслят. Если они видят такое фото такого мужчины, они думают, о, какой-то он там, ну, не бедный, например, у него хотя бы он работает ни на стройке, ни в метро, но, к сожалению, у нас сейчас такие реалии, что телочкам не нужны парни, как вы думаете, которые работают на стройке и в метро, но вы сильно ошибаетесь. Дальше, следующая потребность, например, физическая сила. То есть когда мужчина фотографируется с голым торсом, там, не знаю, чуть ли не в трусах, это не то, что я имею в виду. Это значит, что на фотографии какой-то должен быть такой посыл, что ты достаточно физически развит, каким бы жирным там или тощим ты ни был, это все равно можно как-то обыграть. Далее, интеллект, конечно же, как без этого. Многим представляется, что это какой-нибудь мужчина, играющий в шахматы, но почему бы и нет? Нет, то есть как бы фотография должна нести смысл, что ты не тупой чувак. То есть можешь взять в руки книжку или что-то в таком ключе. Секс. Как правило, с сексом у женщин ассоциируются так называемые плохие парни. То есть я сейчас примерно банальную вещь скажу, но то есть если ты там в какой-то таком капюшоне, в рваной джинсовке, в кожанке, такой вещь на мотоцикле, это немножечко в ту сторону намек тебе на то, чтобы подумать, какой фотографией ты сможешь транслировать, что ты пользуешься популярностью у женщин и в тебе есть секс. Далее, возможно, какая-то забота, нежность, ласка и так далее. И в этом тоже ничего плохого нет. Это, опять же, одна из женских потребностей. Поэтому, если ты будешь там сидеть с каким-нибудь псом, с, не знаю, с пуделем, как любит меня подкалывать мой друг Тигран, то это тоже даст девушке определенный смысл. Итак, резюмируем. Значит, твои фотографии должны закрывать определенные женские потребности. Такие же, которые есть у тебя, есть и у женщин. И эти потребности, как я уже сказал, они зависят от того, какая категория девушек тебе интересна. Помимо общих, есть еще какие-то отдельные, уникальные. Для этого тебе самому для начала нужно не просто кидаться на каждую попавшуюся, которая поставила тебе взаимный лайк и матч. Тебе нужно сесть, подумать, какую категорию женщин ты бы хотел видеть с собой на свиданиях у себя в постели, не знаю, в качестве своей жены. Потом подумать, какие потребности или что важно для этих девушек, для именно этой категории. Есть, конечно, усредненные какие-то вещи, но я предлагаю тебе заморочиться. Обо всем этом более подробно и как это все сделать, какие должны быть фотки и все прочее, ты узнаешь далее по видео. Слушай дальше. Второе, что важно на сайте знакомств, это описание под твоей фотографией. Что происходит сейчас? То есть, либо это какое-то полотно, целая газета, не знаю, где мужчина рассказывает свою биографию, либо просто наоборот два скучных слова. Где юмор, ребята? Где грамотный, правильный, классный самопиар? То есть, почему-то мужчины здесь делятся на две крайности. Либо те, которые чуть ли не там расписывают длину своего члена и, опять же, тем самым сужают пул женщин, которые будут на них нормально реагировать, ну, будут реагировать какие-то, скажем, из более низких слоев социальной пирамиды. То есть, всем важна там длина этого члена, но не с этого нужно заходить. Либо кто-то, наоборот, скромничает, будучи классным парнем, а имея какие-то заслуги и достоинства, он не стесняется или не знает или боится об этом рассказать. Ну, например, смотри, допустим, ты менеджер. Ты можешь написать скучную херню, что я менеджер по закупкам металлопроката, что-то такое. В такой-то компании, да, там на кого-то действуют эти понты названий компании, опять же, в зависимости от категории женщин. Но даже если ты напишешь, допустим, что-то вроде «я тот, без кого не работает ни одна стройка», там, не знаю, точка, там, «хозяин и повелитель стройок всея Руси», что-нибудь такое со смайликами. Либо ты сварщик, ну да, ты сварщик, у тебя нормальная мужская работа, почему бы не написать там «повелитель металла 80-го уровня», то есть, возможно, ты сейчас скажешь, это какая-то хрень, но попробуй. И даже сделав таким образом, ты увидишь, что отклик девушек будет намного более позитивным. Описание, так же, как и фотография, должно закрывать определенные женские потребности. Опять, если сейчас кого-то начнет прорывать и бомбить от того, что «да почему я опять что-то должен», ты ничего не должен, чувак, дверь там. Ты можешь просто встать и уйти. Когда ты устраиваешься на работу, в которую ты давно хотел попасть в эту фирму, у них есть определенные правила, определенный регламент. Если ты будешь ходить и выпендриваться там, что «почему я должен делать это, это или это», ты просто будешь уволен, вот и все. Или еще один пример, мой любимый. Допустим, представь, ты себе решил завести дома волка. Ну, почему нет, присралась тебе завести волка. Пусть будет так, но это дикое животное со своими нюансами, особенностями поведения, потребностями, самое главное, которые ты либо удовлетворяешь, либо этот волк отгрызает тебе ногу в один прекрасный день или ночь. Поэтому еще раз, если ты хочешь получать результат с женщинами, ты должен знать об их потребностях и выстраивать свой аккаунт таким образом, чтобы, когда она смотрит на твои фотографии, твое описание, она понимала, блин, в этом чуваке есть все, что мне нужно, все, что я хочу. Дай-ка я поставлю ему взаимный лайк. Далее, третий, что тебе нужно сделать? То есть, нужна переписка, то есть, это то, где мужчины продолжают тупить, даже получив взаимность от какой-то красивой женщины. Здесь прям очень-очень много проблем. Я уже сто раз говорил про три типа мужчин, которые все пишут и общаются одинаково. То есть, первый тип это вот эти подхалимые жополизы и дамские угодники, что мне сделать, чтобы ты согласилась, т.д. То есть, и так далее в эту сторону. То есть, позиции снизу тотальные. Второй тип это другая крайность. Это вот эти мачо-чуваки, которые говорят, я валяюсь сейчас в отеле, приезжай. И на них, конечно, какие-то женщины реагируют, но мне кажется, как минимум, те, которые с порога говорят, слушай, это стоит 200 баксов. И третий тип, все-таки, которых меньше всего, к сожалению, это нормальные, адекватные парни, которые общаются интересно. На моем тренинге про проведение знакомств в онлайне, как получать лучших девушек с сайтов знакомств, мы рекомендуем начинать с горлом. То есть, у нас на живых мероприятиях есть упражнение горлом, да, которое позволяет, зацепившись за внешность девушки, начать какой-то разговор. Здесь с этим еще проще, потому что, когда ты видишь фотографию, и это не живая девушка, которая мимо тебя проходит, и ты трясешься. У тебя есть куча времени, куча какого-то спокойного, расслабленного состояния, когда ты лежа на диване в трусах, там, попивая лимонад, можешь придумать, чтобы ей такого написать. Что ты делаешь? То есть, ты смотришь на нее, замечаешь какие-то нюансы в ее внешности, и, соответственно, пишешь ей про этот нюанс. Этому можно научиться, это очень круто работает. Причем, конечно же, есть огромное количество технологий, которые я рассказываю, разворачиваю в своем тренинге. Но самое главное, чтобы ты писал без привета, без какого-то там сразу комплимента. То есть, смотри, допустим, даже если ты будешь писать, опять же, фразы, кажущиеся тебе полной фигней, из серии, в первом сообщении, без всяких приветов, ты пишешь. Привет, тебе очень идут твои брови. Все. Или без привета. Тебе очень идут твои брови. Потом через минут пять пишешь ей второе сообщение, не знаю, там, допустим, особенно правое. То есть, это какие-то смешные пикаперские фишки, которые я рассказывал еще 10 лет назад, но даже когда ты будешь делать это, ты уже увидишь определенное оживление у определенного слоя девушек, которые общаются в сайтах знакомств. Уже будет другая реакция. Либо ты пишешь, например, мне нравятся твои ключицы, там, троеточие, допустим, они у тебя довольно суперские. То есть, какой-то необычный комплимент, какой-то необычной части тела. То, что обычно мужчины, не слово обычное, я повторил уже 500 раз, то, что обычно мужчины не замечают или игнорируют. Тут нет задачи участвовать и выиграть в конкурсе на какое-то там красивое, обворожительное слово или фразу. Пиши вот такие вещи. Может быть, можешь написать, что ее сумочка похожа на батон, и даже на это они будут реагировать нормально. Если у тебя нормальные фотки, и она понимает, что ты чувак с юмором, если дальше ты ставишь смайлики. Но здесь очень-очень-очень много нюансов в переписке. И я научу тебя с радостью тому, как эффективно флиртовать в переписке с девушками. Потому что флирт – это одна из основных частей онлайн-знакомств. Неважно, с какой целью ты знакомишься, либо просто для секса, либо для семьи. И даже если эти девушки отвечают очень односложно и сухо, да, нет, не знаю, ты научишься вытягивать их на эмоции. И каждый мужчина, я уверяю тебя, каждый мужчина при правильно подготовленном аккаунте и правильном понимании, как нужно переписываться, за 2-3 сообщения способен получить телефон любой красивой девушки из сайта знакомств. Это проверено на мне и на тысячах моих учеников. И прежде чем я расскажу тебе про важность четвертого пункта, я хочу сказать, что у меня есть тренинг, если ты еще не знал об этом, который называется «Как получать лучших девушек из сайтов знакомств». Там подробно в течение 6 занятий по 2,5 часа я рассказываю вместе с моим коллегой и показываю все эти пункты, всю информацию по этим пунктам. Как создать себе крутейший аккаунт с крутейшими фотками, даже если у тебя для этого нет какой-то фотостудии, а есть просто айфон. Как сделать крутое описание. То есть, соответственно, воронка по входу женщин в верхняя часть будет закрыта фотографиями. То есть, намного больше девушек будут лайкать твои фотки, будут отвечать тебе и даже может сами писать. Как правильно открывать девушек в переписке. Как переписываться таким образом, чтобы женщины просто сидели и уже ждали, когда ты спросишь у них телефон, готовый написать тебе его и прибежать на встречу с тобой. В этом тренинге ты научишься этому. Тренинг, который называется «Как получать лучших девушек из сайтов знакомств», он в записи, в онлайн формате. И самое главное, что он – это часть всех материалов, которые с 20 по 24 декабря ты сможешь приобрести с 90% скидкой на моей новогодней распродаже. Об этой распродаже более подробно ты можешь узнать здесь, под этим видео. Зайдя по ссылке, также ты там получишь специальный промокод с дополнительной скидкой к уже имеющейся огромной скидке. И сможешь не пропустить короткое окно продаж с 20 по 24 декабря. Тебе для этого нужно зарегистрироваться в мессенджере прямо сейчас. Количество промокодов ограничено, обязательно сделай это прямо сейчас, чтобы получить максимальнейшую скидку. А сейчас четвертый пункт – взятие номера телефона у девушки. Суть онлайн-знакомств не в том, чтобы годами переписываться там или в том, чтобы написать, что я буду ждать тебя там под правой елкой на площади Куйбышева или на площади Пушкина с журналом «Огонек в руке». Нужно просто взять телефон, как и в обычном знакомстве. В чем фишка? Это нужно делать с позиции сверху. Обязательно это то, о чем я учу во всех моих тренингах. Здесь тебе нужно научиться обрабатывать возражения девушек, потому что даже если ты очень понравился, даже если она очень хочет с тобой встретиться, есть определенная вероятность, что девушка решит тебя проверить и начнет какие-то возражения писать, что я не знаю, я пока не готова, у меня мало времени и так далее. Для нее важно, чтобы ты мог обработать любое возражение, чтобы мог показать, что ты настойчивый чувак. Следующий момент. Многие мужчины ждут какого-то удобного случая, повода или момента. В этом прям тотальная проблема очень многих мужчин. То есть вместо того, чтобы просто спросить телефон, ты сидишь и думаешь, так, а как-то мне надо подвести разговор таким образом, чтобы вставить туда фразу с телефоном. Не надо ничего ждать. Даже если 5 минут назад в переписке вы обсуждали, там, не знаю, дождь и резиновые сапоги, просто ни с того ни с сего ты должен написать, давай, напиши свой номер телефона, я тебе позвоню, я хочу увидеться с тобой в ближайшее время. Но это всего лишь один из, там, нескольких вариантов, которые хорошо работают. Здесь есть важнейшие правила, да, то есть ты не просишь и не уговариваешь, ты предлагаешь. Я хочу увидеть тебя в ближайшее время, напиши свой номер телефона. Или пиши свой телефон, встретимся, пойдем с тобой пить классный кофе. Все. Никаких, а что ты делаешь, а не будешь ли ты против, а можно мне у тебя кое-что спросить. Все должно быть просто, четко и ясно. Вы, блин, настолько сцикливые, что даже в онлайне вы не можете себе позволить спросить, как вам это кажется какой-то дерзостью. Никто вас здесь не съест, если уж при живом знакомстве ни одна девушка еще на моих глазах за всю мою 13-летнюю практику не отгрызала никому ногу, как крокодил, то в онлайн знакомствах, тем более вы не столкнетесь с этим. Вы можете расслабиться уже и делать все, что хотите. Кстати, многие мужчины так и делают, но они делают немножко не в правильном ключе. То есть есть категория. Мы это все уже проверяли, когда делали женский аккаунт. То есть есть такое задание даже на моем тренинге. То есть ты должен будешь сделать женский аккаунт и посмотреть, что, какую чушь и ересь пишет большинство мужчин. И есть такая категория, которая в конец осмелела, потому что это, видите ли, интернет, знакомство, им здесь ничего не будет. И они начинают там, не знаю, пришли мне голую фотографию, приезжай, я здесь лежу, тебя жду там на большой кровати. То есть еще раз, я сложно себе представляю, как нормальные женщины могут на это реагировать. Но точно как-то не так, как им бы хотелось. То есть мне даже хочется поговорить с такими мужиками, какому результату их эта стратегия вообще привела в жизни. То есть хоть одна женщина приехала к ним, которая похожа на человека, у которого две руки, две ноги и одна голова. Дальше что мы делаем? Дальше, получив номер, неплохо бы пофлиртовать голосовыми сообщениями. Почему? Потому что ни одна переписка не заменяет тех эмоций, которые ты можешь заложить в голосовое сообщение, либо даже видео сообщениями. Таким образом, ты слышишь голос девушки, она слышит твой голос. Вы как бы уже общаетесь и прогреваетесь. И дальше даже есть технология, как вызвать девушку, не на какой-то спиритический сеанс, вызвать девушку на видеозвонок. Что вам это даст? Не все девушки сразу соглашаются, но есть определенные вещи, которые позволяют эти возражения обработать. Потому что, по большому счету, для женщины, она же тоже не уверена, что придет нормальный мужик. Что даст это тебе? То есть ты посмотришь на нее внешне и поймешь, что она не крокодил, то есть ее фотографии соответствуют тому, какая она в жизни. Во-вторых, ты пока аж есть себя. В-третьих, любые эмоции лучше передаются, в том числе и через невербалику. И самое главное то, что фишка в чем? У нее создается ощущение, что вы уже виделись. И если вы несколько раз так по видеосвязи до того, как встретиться вживую, созвонитесь, у нее реально будет какое-то полноценное ощущение, что это уже не первое свидание, а какое-то из со всеми вытекающими. Потому что секс на первом свидании это как бы для профессионалов. А если это у нее в голове воспринимается как какое-то из, но не первое, делай выводы сам. И всему этому, и огромному количеству другой полезной, работающей, самой главной информации, я научу тебя в своем онлайн-курсе, который называется «Как получать лучших девушек из сайтов знакомств». И как я уже сказал, этот онлайн-курс ты можешь купить сейчас со скидкой до 90% в моей новогодней распродаже. Наряду с другими моими видеокурсами, либо взять полный пакет с книгами, с курсами, с видеотренингами, с практикой, со всем-совсем-совсем. С 20 по 24 декабря откроется окно продаж. Для того, чтобы получить еще один специальный промо-код с дополнительной скидкой к скидке с распродажей, для того, чтобы не пропустить эту распродажу, тебе нужно зайти по ссылке под этим видео, узнать все подробности и зарегистрироваться в месседжер. Это был Шамшурин. Все, увидимся там. Пока!